Всех приветствую, друзья! Сегодня разберем биткоин, рассмотрим локальную краткосрочную картину и более среднесрочные цели. Также разберем альткоины, фондовый рынок, обсудим вчерашнее заседание ФРС, инвестиции фондов и все актуальные новости. Все тайм-коды будут в описании. Итак, начнем с биткоина касательно более локальной ситуации. После основного импульса снижения у нас продолжался флэт с небольшим понижением минимумов. Соответственно, тут накапливалось большое количество шартовых позиций. Я в целом ожидал отскок. Локальное сопротивление у нас было на отметке 26.400 и следующий значимый уровень 27.400. Сейчас пошел откат на фоне общего снижения на фондовом рынке. Технически у нас здесь сконцентрированы локально основные объемы сопротивления, начиная от отметок 27.400 вплоть до зоны 27.730-740 по закрытию данного хая на дневных свечах. Я считаю, что сейчас еще не произошел полноценный разворот. То есть, в принципе, допускаю продолжение данного импульса вверх. Самое важное на данный момент для биткоина выйти за данную зону. Выше у нас находится масштабная зона дисбаланса, которую цена будет стремиться перекрыть. И, как я показывал, в целом стандартные цели коррекции остаются те же. Зона 0.5-0.618 по фибоначчи. То есть диапазон 29.000 долларов. Это по высоте от общей волны коррекции. Весь текущий импульс роста происходил без сильных откатов. Тут был небольшой флет. То есть сейчас данную коррекцию я рассматриваю как коррекцию к локальному восходящему импульсу. Лонг позицию по-прежнему удерживаю. В принципе, надеюсь на более высокие цели. Уровень 26.430, который ранее выступал ключевой зоной сопротивления, сейчас будет выступать зоной поддержки. Также у нас было подтверждение здесь. Есть реакция данного уровня. Но по общей высоте волны можно допускать цели ниже. То есть локальный импульс может в принципе корректироваться вплоть до 26.000 долларов. Вполне нормальная коррекция. И отсюда можно будет ожидать разворот. Идеальный сценарий, если биткоин удержит уровень 26.400. С текущих я бы не советовал заходить в лонги. Мы все-таки находимся около локальных максимумов. На 4 часах RSI здесь был перегрет на отметках 27.400. На дневке RSI сейчас остывает. Сегодня на отметке 52. В принципе на данной коррекции индикаторы разгрузятся. И будет потенциал на продолжение восходящего импульса. Я считаю, что большое количество шортов еще будут продолжать выбивать. С большей вероятностью. Но опять же все должны понимать, это не означает, что биткоин обязан дойти ровно до зоны 0.618 по Fibonacci. Это зона, в которой сконцентрированы следующие значимые объемы сопротивления. Во-первых. Во-вторых, приблизительно в диапазоне выше 29.000 он локально уже будет находиться в зоне перекупленности. Соответственно будет напрашиваться коррекция. И в этой зоне, если реализуется текущий сценарий и биткоин дойдет сюда, тут я буду рассматривать шорт позиции для следующей волны снижения. Это все будем смотреть по факту. Все обновления я опубликую в телеграм-канале. На каких отметках будут показатели осцилляторов, индикаторов в данной зоне. Это касательно краткосрока. Касательно среднесрочных и более длительных целей, мое мнение остается таким же. Я считаю, у нас будет продолжаться более усложненная коррекция. Это все, естественно, будет происходить через технические отскоки. Так как происходит сейчас, никому не дадут спокойно зайти в шорт около дна и забирать прибыль на всем движении. Соответственно, биткоин здесь будет ходить во флете, если сказать так упрощенно. И потом я буду ожидать следующий движущий импульс коррекции. Приблизительно соизмеримый с этим. Основную зону поддержки на старших таймфреймах мы удержали. То есть это зона 24725200. И основное коррекционное движение пойдет только после закрепления ниже данной зоны. Тут идет большой разрыв. Ниже нет крупных объемов. Соответственно, эта пустота такая же соизмеримая, как здесь. Которую биткоин может спокойно перекрыть быстро одним импульсом. Вчера состоялось заседание ФРС. Также была пресс-конференция, на которой выступал Джером Павел. Ставку решили оставить на прежних значениях, на отметке 5,5%. И после заседания рынки начали корректироваться. Начали снижаться индексы S&P 500, NASDAQ. Индекс доллара в этот момент восстанавливался. Это все происходило на фоне заявлений Павела. Некоторые представители ФРС настроены в целом продолжать повышение процентной ставки. Джером Павел также заявил, что он не исключает дальнейшее повышение процентной ставки. В принципе, глобально ничего нового он не сказал. Все будет зависеть от входящих данных. То есть они будут опираться на экономические показатели, рынок труда, показатели инфляции и так далее. Но в целом допустил, что ФРС еще будет продолжать повышение процентной ставки. Следующее заседание состоится 1 ноября. ФРС также по-прежнему стремится снизить уровень инфляции до 2%. Джом Павел сказал, что они еще находятся далеко от данного показателя. И вероятность повышения процентной ставки 1 ноября на 0,25% на данный момент составляет 32%. То есть после заседания рынки уже закладывают вероятность дальнейшего повышения ставки. И соответственно на этом фоне пошел откат на индексах S&P 500 и NASDAQ. Если рассматривать исключительно с точки зрения технической структуры, я показывал по индексу S&P 500, у нас есть четкая структура. То есть мы уже сломили уровень восходящего тренда. На старших таймфреймах пробили уровень восходящего тренда на RSI. Это тоже очень значимый показатель. Такое не происходит часто. И исторически после такой структуры всегда формировалась продолжительная коррекция. Плюс он четко протестировал уровень восходящего тренда после пробоя. То есть это был технический отскок, коррекция к волне снижения. Отсюда пошло давление продавца. И следующий максимум уже сформировался ниже предыдущего. То есть технически в этой точке уже произошел слом восходящей структуры. В этой ситуации для полного подтверждения еще осталось обновить данный минимум на отметке 4 335. Также в этой зоне проходит значимый уровень поддержки. И соответственно по уровням Fibonacci цели будет зоны 0.5-4200. И основные объемы находятся в диапазоне 4100. Эта зона сочетается с уровнем 0.618. Тут также это все будет происходить не за один месяц. То есть будут боковые проторговки, технические отскоки. Но я считаю в длительной перспективе как минимум к этим целям он еще придет. Такая же ситуация на индексе Nasdaq. Также пробили трендовую. Также получили пониженный максимум. На индексе доллара также пошло сильное восстановление. Простыми словами индекс доллара показывает силу доллара по соотношению к другим валютам. В моменты восходящего тренда, то есть когда индекс доллара активно восстанавливается, в этот момент на рынках происходит масштабная коррекция. Также я считал интересную аналитику от крупных хедж-фондов. И они ожидают, что индекс доллара продолжит укрепляться еще в течение нескольких месяцев. То есть они ждут восходящий тренд на индексе доллара еще в октябре-ноябре. И соответственно продолжение коррекции на фондовом рынке. Сейчас индекс доллара пришел к ключевой зоне сопротивления в диапазоне 105 пунктов. И технически после пробоя данной зоны следующая цель будет в диапазоне 107.2. В последующем, когда индекс доллара перейдет в полноценный нисходящий тренд, соответственно я ожидаю начала бычьего рынка. Как на фондовом, так и восстановление на криптовалютном рынке. По-прежнему продолжается отток средств из инвестиционных криптовалютных фондов. Общий отток средств за предыдущую неделю составил 54 миллиона долларов. Основной отток идет из биткоина. Вывели 45,3 миллиона долларов. Из эфириум также продолжается отток минус 4,8 миллиона. На удивление восстановился приток средств в Солана. Инвестировали 700 тысяч долларов. То есть Солана занимает первое место по инвестициям на данный момент среди альткоинов. На предыдущей неделе было ток, а до этого на протяжении приблизительно 7 недель Солана постоянно продолжали инвестировать, несмотря на историю с биржей FTX. Резюмируя по биткоину, сейчас я ожидаю еще продолжение текущей волны роста после завершения коррекции. В идеале, если он удержит локальный уровень поддержки 26,400. Если пойдет закрепление, можно будет допускать снижение вплоть до зоны 25,700-25,800. И отсюда, в принципе, можно будет рассмотреть лонг позицию с адекватным стоп-лосом. С текущих заходить рискованно. И на последующей волне роста отсюда буду ожидать основное давление. То есть тут буду рассматривать шорт и продолжение широкого флета, можно сказать, до тех пор, пока биткоин не закрепится ниже отметки 24,700. Я думаю, в этой зоне биткоин еще может задержаться. Далее хотел бы разобрать альткоины, которые относятся к бирже FTX. Как вы знаете, недавно вышла новость о том, что начнется частичная продажа активов. Самый крупный объем в портфолио занимает Солана. Общий объем 1,1 миллиарда долларов, 55 миллионов токенов. За некоторыми из этих монет я наблюдаю и в целом рассматриваю к покупке. Но если мы абстрагируемся от новостей и посмотреть на Солана с точки зрения технического анализа. Чем она по сути отличается от той же монеты DOT либо AWACS? Она на данный момент технически смотрится сильнее, чем тот же AWACS, который сейчас закрылся под ключевой поддержкой. И ниже у него есть большой зазор для потенциального падения. Поэтому текущая новость, по сути, я считаю, не отразилась на рынке. Возможно, была какая-то маленькая паническая распродажа. Но в целом, если монета технически смотрелась на продолжение коррекции, вышла эта новость либо нет, это по сути никак не влияет. Объем Солана реально очень крупный. Обанкротившийся фонд Сэма Бэнкмана Фродо, Alameda Research, является одним из самых крупных инвесторов Солана. Поэтому, учитывая дальнейшие разблокировки и потенциальную коррекцию на рынке, естественно, Солане есть куда падать. Но это ни в коем случае не означает, что актив соскамится. Весь объем будет продан по рынку. Также в их портфолио крупный объем занимает Биткоин на 560 миллионов долларов, Эфириум 192 миллиона и Аптос 137 миллионов долларов. По монете Аптос, в принципе, каких-либо изменений нет. Монета продолжает коррекцию, уже постепенно переходит во флэт, то есть нет таких сильных импульсов, как происходили ранее. Он обновил локальные минимумы, закрылся под уровнем поддержки 5.3. Локальная цель коррекции 4.4 доллара, так как в данной зоне крупных объемов поддержки нет. То есть, несмотря на эту новость, я, в принципе, придерживаюсь такого же мнения. Считаю, Аптос здесь постепенно будет переходить во флэт. Нужно увидеть реакцию от данного уровня затухания волатильности. И это будет фактором того, что монету откупают крупные фонды для последующего пампа. Если рассмотреть с точки зрения фундаментала, в Аптос инвестировало очень много крупных фондов. Топовый фонд A16Z, Dragonfly Capital, Binance Labs, Coinbase, Multicoin, Circle и прочие. Также в инвесторах Paxos, эмитент стейблкоина, привязанного к золоту. То есть монеты Аптос будут получать все данные фонды, которые инвестировали большие суммы в данный проект. Естественно, факт того, что у FTX есть крупный объем является минусом. Но я считаю, это не причина для потенциального скама проекта или коррекции его в ноль. Все данные инвестиционные фонды заинтересованы в этом проекте, так как средняя цена покупки составляет 2,8 доллара. Естественно, на рынке все хотят заработать. Они инвестировали не просто так в этот актив. И основные объемы монет у них до сих пор заблокированы. Поэтому Аптос я также планирую набирать в портфель. Но не на большой процент, естественно, а депозита. Я считаю, ближе к данным уровням. В идеале, если он дойдет до отметки 3,9 и здесь перейдет во флет, уже можно будет присматриваться к покупке. То есть при сегодняшней цене в 5 долларов у фондов тут нет иксов, можно сказать. Солана ситуация, конечно, похуже. На отскок я протестировала зону сопротивления 20 долларов. Основная зона, куда я считаю, она имеет потенциал снизиться среднесрочно 9,9-12,2 доллара. Тут, в принципе, изменений нет. С точки зрения иксов инвесторов. Мне не нравится, во-первых, что Солана очень крупная по общей капитализации, занимает 10 место. По этой же причине я сейчас не рассматриваю к покупке монету Ада, у которой капитализация 8,7 миллиардов. У Солана 8 миллиардов долларов. То есть по капитализации им явно есть куда снижаться. И инвесторы на приват-целе покупали Солана по 20 и по 4 цента. То есть при сегодняшней цене у инвесторов 489 иксов. Поэтому тут нельзя ни в коем случае сказать, что она на дне. И даже нельзя сказать, что она на дне в диапазоне 10 долларов. Я считаю, тут спешить не стоит. Нужно дождаться зоны продолжительного флета. Увидеть формирование уровней поддержки. В текущей ситуации, конечно, тут повышенные риски. Но я считаю, что забрасывать такой крупный проект никто не собирается. То есть в целом на бычьем рынке жду полноценное восстановление. Плюс, исходя из инвестиций фондов, которые я показывал в начале видео, также возникает вопрос, для чего фонды инвестируют в этот актив. Соответственно, поэтому она удерживается сильнее многих альткоинов с точки зрения теханализа. Она сейчас находится далеко от своих минимумов. Не продолжает обновлять их. Поэтому за проектом я слежу. В целом рассматриваю его к покупке, но не сейчас. Пока я считаю, не стоит спешить. Также у них крупный объем токена BIT. Эту монету я никогда не рассматривал в своих видео. И в целом никому не советую. Там 98% принадлежит инвесторам. По основным крупным проектам, таким как DOT, Atom, я считаю, сейчас они заходят уже в финальную фазу накопления. Пока они не перешли во флэт. То есть продолжается дамп. Они продолжают обновлять минимумы. DOT на коррекции практически дошел до уровня поддержки 3.9. Монета не ушла далеко от минимумов дампа декабря. То есть здесь она постепенно должна переходить во флэт. Нам нужно дождаться, на каких отметках она будет удерживать зону поддержки. Никто не может знать, как будет формироваться дно на 100%. Возможно, допустим, она сделает двойное дно масштабное на старших таймфреймах и отсюда пойдет на разворот. Либо будет формироваться перевернутая голова и плечи с финальным импульсом, с обновлением минимумов. Сейчас на большинстве альткоинов структура очень схожая. То есть монеты держатся либо в нисходящих клинях, либо в нисходящих каналах. Это не столь важно по сути. То есть есть общий угол тренда коррекции. И фактом того, что на монету уже не так сильно давят продавцы, будет служить формирование флэта. То есть монета не продолжает такие сильные волны снижения, как происходили ранее. Постепенно переходит в боковик и пробивает трендовую. Это будет служить первым признаком разворота. И в первую очередь на коррекции безопаснее набрать биткоин, эфириум и потом просто за эфир купить, допустим, монету DOT или Атом. Либо откупать в случае сильнейшей капитуляции маленькими частями. Так как ликвидности в альткоинах в целом немного, относительно биткоина и эфира. На сильной волне снижения они могут теоретически падать до любых отметок. То есть DOT может упасть и на 3, и на 2 доллара резко и затем восстановиться. По арбитруму локальную цель снижения закрыли 80 центов. Следующая зона, куда я допускаю снижение 67. Пока импульсы снижения идут очень сильные. Если в этом диапазоне 60-70 центов, допустим, он будет переходить уже во флэт, тогда постепенно уже можно будет присматриваться. Опираясь на циклы и историю активов, монеты сейчас заходят именно в финальную фазу накопления перед следующим бычим рынком, которое, естественно, для многих проходит болезненно. Большинство участников рынка оказывается в просадке. Плюс рынок максимально скучный. И в этой зоне как раз происходит капитуляция. То есть все устают ждать иксов, начинают продавать в убыток. И именно в этой зоне киты накапливают многомиллионные позиции. И потом происходит памп на бычьем рынке. То есть это, можно сказать, лучшая зона для покупки. Ни в коем случае это не зона для продаж. Даже если вы допускаете дальнейший дамп. Сейчас, естественно, даже если я показываю цели снижения, я никого не призываю продавать. Самое важное только, чтобы с проектом все было в порядке. Не появился какой-то обанкротившийся фонд. И тем более, чтобы проект не был скамом. Дальше расскажу про скам монеты, которые сейчас очень распространены. Плюс начало появляться большое количество видео о том, что они сейчас будут продолжать лететь. И дадут еще 10 иксов. Плюс многие спрашивали в комментариях про эти монеты. И эти беспредельщики начали спамить в комментариях у меня своими ботами. Я реально утомился их банить. Возможно, увидите эти токены под этим видео. Итак, объясню, как отличить скам монету. Я даже не буду называть конкретное название. Суть вообще не в этом. Таким методом вы можете проверить абсолютно любой проект. Старые зрители уже все знают. Объясню подробнее для новичков. Криптоцыгане, которые живут по принципу «деньги не пахнут», публикуют обзор, что срочно покупая эту монету, она скоро даст еще 20 иксов. Я уже купил. Вы увидели это видео и задумались о покупке. Допустим, перед тем, как покупать, зайдите на сайт CryptoRank, вбейте в поиск монету, любую, которая вас интересует. Например, вы ввели в поиск монету Atom. Если монету не находит на данном сайте, плюс остальные сайты я публиковал в Telegram канале, с помощью которых вы можете проверить всю информацию, тогда этот проект скам с вероятностью 99%. Если вы нашли эту монету, первое, что нужно посмотреть, это инвесторы данного проекта. Если у него в инвесторах нет ни одного успешного фонда, который инвестирует миллионы долларов и реально имеет результаты, то есть он уже до этого инвестировал в какие-либо проекты и зарабатывал с этого. Соответственно, это второй фактор того, что монета скам с вероятностью 99%. Можете мне верить, можете нет, посмотрите позже, что с ними случится. Если в проект не инвестировали десятки миллионов долларов, он никак не может просто физически существовать на рынке. То есть он не может бесконечно продолжать расти и развиваться. Если в проект не залистили крупные топовые биржи, такие как Binance, Coinbase и прочие. Скам токены чаще всего торгуются только на площадках PancakeSwap. Но сейчас появилась практика, что некоторые биржи стали листить сомнительные проекты. Далее вы переходите в раздел финансирования и смотрите, какую сумму инвестировали в этот проект. На примере монеты Atom на ICO они привлекли 16 миллионов долларов инвестиций. На серии А инвестировали 9 миллионов долларов. Были другие раунды финансирования. Это было очень давно, в 2019 году. Сейчас я считаю нормальный проект, который я буду рассматривать к покупке, должен привлекать как минимум 50, а лучше 100 миллионов долларов инвестиций. То есть если вы видите, что у проекта нет даже 10 миллионов условно и в него не инвестировал ни один крупный фонд, соответственно этот проект соскамится с очень высокой вероятностью. И следующий важный фактор это обратить внимание на токеномику. Какой процент монет принадлежит инвесторам. Если вы видите, что инвесторам или разработчикам проекта принадлежит 99% от всей эмиссии, а такое бывает очень часто, и монеты либо уже разблокированы, либо будут разблокированы в ближайшее время, соответственно нужно понимать, что эти монеты будут разгружать в хомяков, которые сейчас ее покупают на хаях во время пампа. Любая скам монета растет первые несколько дней, некоторые монеты даже живут по несколько месяцев. То есть это просто зависит от общего спроса. Если общее количество покупателей сейчас преобладает над продавцами, соответственно любой актив растет. Но это только вопрос времени. Сколько будет продолжаться реклама и привлекаться вливание новых денег. Как только новички перестанут покупать монету на хаях, разработчики начнут ее продавать и все закончится коррекцией в минус 99,9%. Поэтому рекомендую перед покупкой не спешить и потратить пару минут времени на изучение любого проекта. Всех благодарю за внимание, друзья. Видео не было давно. Не забывайте, если видео для вас было полезным, поставить лайк, написать комментарий. Также пишите в комментариях свое мнение по рынку. Скоро выйдет новое видео, разберем больше альткоинов. Есть интересные темы для обсуждения. Всем удачи и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok